Те, кто увлекается Windows тематикой, наверняка слышали о проекте от энтузиастов под названием ReactOS. Если же вы не слышали про эту систему, то я могу рассказать вкратце. ReactOS это операционная система с открытым исходным кодом, которая хочет повторить Windows NT, но полностью на собственном ядре. Идея самой операционной системы началась ещё в далёком 96-м году, когда небольшая команда из нескольких человек начала проект FreeWin95, целью которой было, как ни странно, повторить систему Windows 95, но с открытым исходным кодом. Спустя полтора года в связи с тем, что разработка шла крайне неудачно, проект был закрыт. В конце 1997 года руководитель проекта сменился и создал новую идею под названием ReactOS, и призвал всех возродить план, но уже с новой целью повторить Windows NT. Windows NT, если вкратце, это система, которую мы используем даже сейчас. Windows 11, Windows 10, Windows 8, 7, Vista, XP2000 это всё Windows на ядре NT. Только в то время NT был в контексте Windows NT 4.0. Внешний аналог Windows 95, но более стабильный и не имеющий зависимость от MS-DOS. История этой системы не является особо интересной. Менялись разработчики, менялись руководители, но разработка системы шла. Хоть и крайне медленно, но мы имеем возможность её пощупать. И да, за эти, можно сказать, 28 лет мы до сих пор релизную версию не имеем. Я решил скачать самую последнюю бета-сборку, которая обновлялась 1 марта. Образ весит 71 мегабайт. В то время Windows Server 2003, который является вдохновением для ReactOS, весит 600 мегабайт. Давайте перейдём к сути ролика и взглянём на эту систему. Если что, не удивляйтесь, если вы услышите очень много так же или как в Windows и прочие сравнения. В принципе логично, это вид задачи ReactOS, да и в целом я хочу показать систему целиком. Первая установка, если бы точнее распаковка инсталлятора, имеет точно такой же внешний вид, как у Windows Server 2003 и вышедших Windows ранее. Это псевдографический обычный текст на фоне, который, кстати, скоро будет заменён. На сайте проекта уже есть скриншоты и видео, где можно увидеть попытки сделать работу с дисками и самые-самые первые настройки распаковки установщика. В виде полноценной графической оболочки, примерно как Windows Vista. В целом, ничего интересного. Графический установщик точно такой же, как Windows 2000, и во время установки прямо есть чувство, будто мы просто устанавливаем обычный Windows XP, например, но без фоновых обоев. Под конец у нас есть выбор нескольких тем. Первая тема это классическая, которая была с Windows 98 по Windows 7. Вторая называется Lautus, у которой кнопочки похожи на ранние сборки Windows Longhorn. Третья тема имеет название Lunar, и она уже похожа на Windows Vista или 7. Последняя называется Mizu, что с японского, кстати, переводится как вода. Именно её я решил выбрать, потому что она выглядит как Windows 10. По номеру сборки видно, что это как раз якобы Windows Server 2003. Но на самом деле, ядро ReactOS написано полностью с нуля. Это значит, что оно не зависит от Linux и не зависит от Windows, но использует наработки другого проекта под названием Vine, который вы можете знать в контексте Linux, ведь он позволяет запускать некоторые программы от Windows, и именно это ReactOS и использует, чтобы имитировать ядро Windows NT. Система структурно точно та же, как, например, Windows XP. В настройках цвета можно даже 256 цветов поставить. Непонятно зачем, но можно. Имеется ещё модерн тема, которой не было в первоначальной настройке, но она вообще некрасивая. Здесь даже имеются скринсейверы, правда, только текст и логотип, а фоновых обоев рабочего стола здесь, кстати, нет. На рабочем столе есть текстовый файл, в котором говорится, что ReactOS это проект с открытым исходным кодом, направленный на разработку операционной системы, совместимый с приложениями и драйверами, написанными для Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003 и даже Vista i7. Также тут написано, что команда Vine помогает с разработкой DLL файлов и с набором программ и их тестированием. И что самое интересное, они указали, что на данный момент ReactOS, как я уже говорил, это по факту Windows Server 2003, но планируется расширение ядра до поддержки совместимости с Windows Vista и Windows 7. Ну, то есть как бы драйвера якобы поддерживаются, а программы якобы нет. На самом деле это вообще работает не так. Тут что-то может работать хоть от XP, а много чего может не работать даже от XP, но давайте об этом попозже. Пуск один в один похож на классический вариант Windows XP, а в системе имеются примерно такие же стандартные программы. Есть тот же удалённый доступ, и что меня удивило, есть системный плеер, который уж очень сильно похож на доисторический Windows Media Player, который был встроен в Windows 3.0. Полностью та же таблица символов из старых Windows, полностью тот же редактор реестра, точно такой же диспетчер задач, досконально скопированный калькулятор и даже Paint, который в старых версиях изменился только в Windows 7. Здесь даже есть WordPad, который был удалён в Windows 11 24 H2. Здесь присутствует диспетчер устройств, который такой же, как и в последних версиях Windows, что в принципе неудивительно, потому что программы ММС и Windows не менялись с года так 2000-го. А вот так называемый аналог управления службами меня приятно удивил. Он одновременно такой же, как в понятное дело в последних версиях Windows, но при этом тут нету мусорных служб, которые нельзя отключить. И я думаю, Майкрософту нужно брать с них пример. Было бы действительно круто, если бы добавили галочку типа «Отображать системные службы», как диспетчер задач, которую завершать нельзя. Здесь присутствует EMS-конфиг, в котором по желанию можно поковырять систему и что-то сломать. Игрушек тут чуть-чуть поменьше. Есть солитёр, паук и сапёр. Проводник прям очень похож на виндовский, но видно, что он чуть-чуть изменён. Свойства здесь из-под папки не работают, а вот если именно на файле нажать на свойства, то они откроются. Ещё есть интернет-эксплорер 9, в котором не работают никакие кнопки, но сам он кое-как сайты всё-таки показывает. Но и самое главное, присутствует магазин приложений, в котором всего около 300 программ, из которых, мне кажется, пользоваться можно максимум десятком. При попытке установить VNAMP у меня просто зависла система. Я поначалу ничего кроме как двигать мышкой делать не мог, а потом у меня вылезло окно, что VLC Media Player установился, и у меня вылез синий экран смерти. Примерно вот так выглядит список приложений. Из самого полезного, а если бы точнее единственного адекватного, должен был быть 7zip, который не устанавливается, аудасити, который тоже выдает при установке ошибку, хром 48, который работает неадекватно и рисует шрифты как будто при температуре 39,2, хромиум XP, который хотя бы делает вид, что пытается работать, CPU-Z, который полностью работает, Chameleon, который является одним из актуальнейших браузеров для Windows XP, но который начинает лагать от малейшего движения, либо Roffice, который, возможно, будет работать полноценно, и Notepad++, который стабильно, кстати, работает, но версия аж 2016 года. Если подробнее про Google Chrome, то вы сами видите, насколько всё плохо. Я подвигал окно, и он просто намертво завис. Хотел пройтись дальше по приложениям, и у меня опять вылез синий экран. А вот так работает хромиум XP, который должен был стать надеждой, что через хромиум браузер можно выйти в интернет, но, как я говорил, браузер пытается показать вид, что работает, и на этом, к сожалению, его прогресс заканчивается. CPU-Z работает. Я запускал ReactOS на виртуальной машине, поэтому тут одно ядро и один поток. Я догадался поставить Mozilla Firefox, и это самый лучший вариант для ReactOS на данный момент. Первая попытка зайти на мой канал провалилась. Дефект со шрифтами такой же, как в Google Chrome, но стоило мне вдохнуть, у меня опять вылез синий экран. А вот вторая попытка уже обрела успех. Я, можно сказать, спокойно зашёл на свой канал и кое-как посмотрел свои ролики. И самое удивительное, он вместе с браузером потреблял 270 мегабайт оперативной памяти. В наше время это просто немыслимо. С открытым роликом он потреблял колоссальные 284 мегабайта. Но это был не ролик, а слайд-шоу. К тому же, это виртуальная машина, и тем более без драйверов. На реальном ПК разработчики не рекомендуют запускать систему. Да и у меня, на самом деле, полтора года назад уже была такая идея для ролика. Но всё закончилось на том, что у меня не запустился даже псевдографический инсталлятор. Хотя я запускал на старом железе, где была предустановлена Windows Vista. Комментарии, к сожалению, с такими шрифтами не почитать. И ролики смотреть не особо комфортно. Но сам факт, что можно смотреть видео в системе на собственном ядре, меня, если честно, удивляет. Но система крайне нестабильна. Я пытался запустить установщик браузера Opera, но ReactOS посчитал, что это плохая идея. А потом ещё раз. Я даже по приколу решил попробовать запустить свой MacUtyper. И у меня почти получилось. Но инсталлятор написал, что эта версия Windows не поддерживается. Если кого-то тоже удивило, что в бутменю присутствует раздел «Неизвестная операционная система», я решил проверить, что это. И виртуальная машина показывает, что система пыталась обратиться к какой-то несуществующей части памяти. А при вызове ReactOS debug мы можем увидеть знакомый нам фон экрана блокировки Windows Server 2003. Windows XP он синий и позитивный, а в серверной системе он тусклый, потому что для взрослых дядек. На этом у меня всё. За эти 10 минут я рассказал почти что про каждый уголок системы. Проект действительно перспективный, но тот факт, что ему почти 30 лет, и за весь этот срок мы имеем всего лишь рабочую облочку, на которую выйти в интернет без проблем почти невозможно, действительно грустно. Проекту явно не хватает волонтёров и разработчиков, и мне кажется, что он может быть на грани закрытия. А мой ролик останется лишь историей о нём. Поэтому я на всякий случай решил залить образ системы себе в телеграм-канал. Там, кстати, скоро будут очень важные новости в связи с тем, что я на момент выхода этого ролика уже в другой стране. Я буду очень благодарен, если вы подпишитесь на канал, поставите лайк и напишите комментарий. Желаю всем удачи и до скорой встречи.